Коррупция одна из самых значимых проблем во всем мире, в том числе и в России. Правонарушения в этой сфере мешают социально-экономическому развитию и даже представляют угрозу национальной безопасности. Борьба с коррупционными правонарушениями идет ежедневно. Учреждена даже специальная дата – Международный день борьбы с коррупцией. Отмечается 9 декабря. В гостях у нас начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Денис Васильев. Здравствуйте, Денис Александрович. Добрый день, Татьяна. Добрый день, уважаемые телезрители. В последнее время очень часто говорят о несоответствии деклараций госслужащих и чиновников. Какую долю вообще коррупционных правонарушений они составляют из общего числа? Подобные правонарушения действительно носят достаточно распространенный характер. Однако надо отметить, что обязанность по декларированию доходов в расходах лежит не только на государственных и муниципальных служащих, то есть на чиновников, но и на депутатах. И в целом совокупно доля подобных нарушений год от года занимает примерно от 30 до 40% случаев. Это в Чувашской республике? В Чувашской республике. То есть порядка около тысячи, чуть более, чуть менее случаев в год. Как правило, это связано либо с неуказанием сведений об имуществе, с занижением, либо завышением официального дохода, сокрытием сведений о банковских счетах. Одним из последних нашумевших случаев является прекращение подномочий одного из депутатов Чебоксарского городского собрания депутатов, которым в справке о доходах своей супруги несколько лет не отражались сведения о банковских счетах. И по нескольким из них за несколько лет прошло более 10 миллионов рублей. Вот как раз с происхождением этих средств на данный момент разбираются правоохранительные органы, прокатурой город Чебоксара по данному факту вносилось представление в городе Чебоксарского городского собрания депутатов. И вот депутаты заняли принципиальную позицию. Важно понимать, что законодательство обязывает именно чиновников и депутатов доказывать законность источников средств, за счет которых приобретено дорогостоящее имущество или акции. Для этого законом предусмотрена специальная правовая процедура. Она называется контроль за средствами расходов доходом. К числу таких доказательств могут относиться данные науковых органов, полученные на фактической заработке, сведения о движении денежных средств по счетам, свидетельские показания в том числе. В каждом конкретном случае они оцениваются в совокупности. Выясняется как законность источников доходов, так и в отдельных случаях, почему они не были задекларированы в науках органах. Действительно, в отдельных случаях, когда законность источников доходов подтверждена, выясняется, что доходы не декларировались, науги не уплачивались. Однако, в первую очередь, сам служащий или сам депутат обязан доказать, что источник дохода законный. Мы лишь проверяем обоснованность представленных сведений, насколько эти данные объективны, не пытаются ли и нас, органы прокуратуры и государства, ввести заблуждение относительно законности данных денежных средств. Источники информации для проведения прокурорской проверки могут быть разные, и в том числе мы работаем и с сообщениями в сети интернет. Однако, и вполне естественно, что предварительно такие сообщения, такие публикации, они подвергаются анализу, также требуется информация из открытых источников, и уже если мы получаем признаки, указывающие на достоверность такой информации, мы организуем соответствующие прокурорские проверки. При доказанных фактах коррупционных правонарушений изымается имущество. Как и в чью пользу, и во всех ли случаях? Российское законодательство однозначно исходит из принципа обязательности изъятия имущества, которое было приобретено на коррупционные доходы, в доход государства. То есть, таким образом, мы боремся с экономической основой коррупции. И, к примеру, если дельность суммы, которая получена в виде взятки, или имущество, которое было получено в взятке, в ходе следствия изъято, обнаружено, то при вынесении приговора суд соответствует с уголовным кодексом, в частности его статьей 104 и прим. 1, выносит решение о конфискации его в доход государства. Но надо понимать, что в отдельных случаях, к моменту задержания, преступник может потратить сумму взятки. К примеру, в практике бывают случаи, когда они тратились на дорогостоящую туристическую поездку. Или иногда, несмотря на все усилия правоохранительных органов, то есть за несколько лет, деньги в денежные средства были растрачены или скрыты, и обнаружить его не удается. В этом случае в дело вступают органы прокуратуры, и уже по иску прокурора такая коррупционная сделка, а именно действие по передаче взятки, признается ничтожной, а с осужденного в доход государства взыскивается денежная сумма эквивалентная размеру взятки. Вот, к примеру, в текущем году по иску прокуратуры Чуважской республики с одного из должностных лиц было взыскано более 2 миллионов рублей. И самое главное, на данный момент приставами наложен арест на имущество нескольких объектов недвижимущества, на сумму тоже нескольких миллионов рублей. Так что расстаться с этим имуществом все-таки придется, и доход государства, пустая реализация этих нежных средств поступит. По изъятию имущества закон ужесточается, я так понимаю. Смотрите, в середине ноября появилась новость о том, что Конституционный суд России счел законным изъятием имущества у друзей-взяточников. Решение было принято после жала родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию. Ну, наверное, пока в Чувашии такой практики еще не было, да, всего полмесяца прошло. Ну, мы, в принципе, уже приняли его в работу данное решение, и, в принципе, по всем уголовным делам о фактах изъятия, которые находятся в производстве. Сейчас этот вопрос обязательно изучается, о том, не передавалось ли имуще третьим лицам, не регистрировалось ли оно на третьих лицах. В принципе, я думаю, результаты будут. В целом, как бы, данный вопрос вообще находится на контроле непосредственно у прокурора Чувашской республики по каждому уголовному делу данной категории. А если вообще говорить о таких фактах, то, в принципе, у нас в текущем году правоохранительные органы сработали более эффективно. У нас с начала года возбуждено 26 уголовных дел по фактам получения взяток. То есть это почти на треть больше, чем в прошлом году. И самое главное у нас впервые за последние несколько лет возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. В частности, в производстве Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской республике сейчас находится уголовное дело по факту получения взяток дворцовыми лицами и госслужбы по тарифам. Так вот, общая сумма взяток составила почти 4 миллиона рублей. То есть здесь особый контроль со стороны прокурора Чувашской республики, руководителя следственного управления. В принципе, я думаю, сейчас следствие завершается. Мы истинную поделу в ближайшее время установим уже. Какое максимальное наказание в Чувашии за последние годы за коррупционные правонарушения? Наказания назначаются разные. Разные. Все зависит от наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств позиции лица, которые привлекают в угол на ответственности. В качестве примера я могу привести приговор, который был постановлен судом в прошлом году. В частности, начальник управления ЖКХ транспортной связи администрации города был за почвение взяток осужден к 7 годам 6 месяцев лишения свободы, насколько я помню, и лишения права занимать должности на государстве и муниципальной службе. Но к серьезным и суровым уголовным наказаниям осуждаются не только те лица, которые получают взятки или коммерческих подпуск, но и те, кто дают. В соответствии с учетом обстоятельств совершения преступления, а также иных обстоятельств, может быть, тоже крайне суровым наказанием назначено. Кстати, директору одной из чебоксарских фирм за передачу незаконного денежного награждения было назначено уголовное наказание в виде 5 лет лишения свободы реально. И, к тому же, еще много миллионов штрафов на него был наложен. Денис Александрович, новости о коррупционных правонарушениях ежедневно в ленте соцсетей. Разные порталы часто пишут о родственных связях в госструктурах, в госорганах и правоохранительных структурах. Во всех ли случаях можно говорить о коррупционных правонарушениях, что такое конфликт интересов, и когда родственники, супруги, близкие могут работать в одной структуре, и законодательство это позволяет? Ну, надо понимать, что человек всегда живет в обществе, каждый у нас имеет родственные связи, поэтому, в принципе, законодательством установлено ряд механизмов, которые предотвращают коррупционные правонарушения, даже, я бы сказал, серьезные коррупционные правонарушения. И вот один из них это запрет на прохождение государства и муниципальной службы лиц, которые находятся в прямом подчинении или в прямой подконтрольности. И эти лица, если состоят в близком родстве или свасте. То есть, только в этом случае существует запрет. Помимо запрета на прямую подчиненность и подконтрольность, есть еще институт регулирования конфликта интересов. Поэтому, зачастую, такие вопросы возникают именно в связи с тем, что служащим, чиновникам приходится при исполнении должных обязанностей сталкиваться с тем, что какие-то действия или решения надо принимать в отношении родственников либо лиц, которые в свасте находятся. Вот на это существует прямой запрет. В этом случае служащий обязан обязательно принять меры по предотвращению такой ситуации. То есть, подать своему руководителю, представителю, нанимателю, уведомление о возможности конфликта интересов. А представитель внимателя уже тоже именно обязан не в праве, а обязан принять меры к недопущению ситуации. То есть, перепоручить выполнять данное действие или подготовить решение другому лицу, либо поменять должное обязанство служащего. Работа ведется и эти запреты носят действенный характер. Напомню, в гостях у нас был начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Денис Васильев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова